здравствуйте вы смотрите программу в центре политика гость нашей студии заместитель главы нижнего новгорода михаил кузнецов михаил сергеевич здравствуйте добрый день поздравляю вас с избранием на новую должность важно серьезно почему решили выдвинуть свою кандидатуру и какие ощущения остались после процедуры избрания то что касается кандидатуры это было предложение елизаветы игоревны а поскольку мы с ней работали в различных проектах я понимаю стиль ее работы понимаю какие интересные амбициозные задачи она ставит для нашего города после короткого обдумывания такое предложение конечно принял вот а то что касается процедуры ну очень приятно было получить поддержку такого количества коллег наших до из разных партий и действительно с некоторыми же связывают какие-то личные или профессиональные отношения в них был уверен а вот то что так массово все поддержали это конечно очень приятно и это налагает определенную ответственность знаю михаил сергеевича меня очень устраивает что достаточно молодой сказать сильно молодой но уже опытный управленец приходит в городскую думу приходит городской власть нам нужна не столько ротация сколько масштабирование которых вопросов заточенных на молодых управленцев знаю как прежде всего как делового человека и очень как сказать работоспособного я сколько его знаю он действительно патриот города мы с депутатами обсуждали кандидатуру михаил сергеевич кузнецов это очень взвешенная кандидатура а и то что те выступления которые вы сегодня услышали то есть вот это не только те люди которые поддержат его поддержат гораздо больше людей ну какие задачи сегодня ставит город с которыми вы согласны и лично ваши вот вы перед перед собой сейчас какие задачи город имеете ввиду администрации глаза но дело в том что так вышло где-то полтора года назад на встрече сергеевича белов мне поступило предложение начать разработку шестилетней стратегии и они это сделали и и конечно можно критиковать но она имеет один самый большой плюс в ней заложены измеримые показатели по всем параметрам то есть она не просто декларативно там вполне понятно измеримые показатели и шестилетней стратегии говорит о том что у нас впервые сейчас верстается документ стратегического видения где мы хотим быть где мы хотим оказаться в каком городе и этот документ лежит за пределами срока полномочий действующих депутатов и действующая глава администрации то есть впервые мы думаем о том что после нас будет не потом а после нас мы хотим оставить хороший цветущий радостный города и сегодня стоит в это вкладываться кто-то будет из нас в следующих составах кто-то не будет в любом случае мы остаемся жителями города и основная задача конечно для нас и за это верим на сегодня стратегическая много идей много интересных проектов понятно что всегда такие воздушные замки очень быстро разрушается тем что вот наступает зима нужно включать отопление денег нет нужно убирать улицы ну и так далее но тем не менее должен быть и порядок и должна быть красота мы действительно ощущали себя жителями от одного из самых красивых мест на земле но очень часто мы слышим мнение что у нижнего нового города нет хозяйка грубо говоря но вот или хозяйствен да да но могу сказать про Елизавета Игоревна что она конечно сама по себе такая хозяйка хозяйка положение хозяйка так сказать своего мнения довольно независимого и при этом мы понимаем что человек пришел из крупных бизнес-проектов где было все идеально выстроено человек с великолепным образованием с мб и кандидат наук и это не просто теоретик да это подкованный современный руководитель который понимает современные тенденции да посмотрите именно она организовалась здесь в нижнем форум живых городов а это сегодня тренд в общем то мысли которые заложены в форуме живых городов это та та мировоззренческая модель которую мы с ней разделяем которую хотим воплощать в каких-то вот уже материальных объектах вот елизавета солонченко сейчас исполняет обязанности главы города нижнего новгорода 7 июня будет неочередное заседание городской думы на котором мы узнаем я надеюсь имя нового главы нижнего новгорода если честно весь нижний новгород ждет что ним станет именно женщина до этого это интересно это интересно может быть романтично но если мы говорим действительно кандидатуре там елизавета солонченко конечно профессионал первых профессионал если мы вспомним слова иван николаевич корнилина как он ее отрекомендовал до что человек мотор способны работать по 25 часов в сутки каковы шансы на ваш взгляд у елизаветы ирина занять этот пост полагаю что с шансы довольно велики это понятно и из разговоров с коллегами и из общего настроя и просто исходя из политической логики смотрите по большому счету голосование за меня как за зама это предложение елизаветы игоревна поддержка 35 депутатов то более чем предостаточно чтобы выбрать нового города но кто может составить их конкуренцию я тоже не совсем понимаю не понимаю не по личностным не по профессиональным не по политическим ну так сказать мотивом сегодня вели за это игорь на конкурентов не вижу миша сергеевич спасибо вам большое за то что пришли к нам студии ответили на наши вопросы удачи вам в работе а прямо сейчас я предлагаю посмотреть как изменился рейтинг политических лидеров и неудачников неделя плен нижний новгород политические лидеры недели третье место станислав прокопович и шамиль алиуддинов секретари районных отделений единой россии победители праймерис праймерис единой россии прошли организованно демократично и свободно а победители праймерис практически можно считать кандидатами в депутаты гордумы второе место михаил кузнецов заместитель главы нижнего новгорода сегодня власти в стране и в нашем городе приходит новая волна успешных управленцев технохратов михаил кузнецов один из наиболее ярких представителей профессиональных менеджеров в которых остро нуждается современная система власти первое место елизавета солонченко исполняющие обязанности главы нижнего новгорода единогласно избрана исполняющие обязанности главы нижнего новгорода такое единодушное решение депутатов свидетельствует что елизавета солонченко воспринимается гордумой как единственный реальный кандидат на эту должность политические неудачники недели третье место марат сафин депутат государственной думы россии намерен отказаться от мандата депутата Государственной Думы от Нижегородской области из-за чрезмерной загрузки спортивной, общественной и представительской деятельности. Второе место. Сергей Ковалев, председатель Ассоциации частных перевозчиков города. Собрал немногочисленный митинг против введения КТС и реформы общественного транспорта, но объяснить свою позицию внятно на комиссии городской думы и на пресс-конференциях не смог. Первое место. Евгений Лазарев, депутат Думы Нижнего Новгорода. Потерпел неудачу в борьбе за пост заместителя главы Нижнего Новгорода, получив в ходе тайного голосования всего три голоса депутатов городской думы. Вы смотрели программу «В центре политика». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.